Судный день грядет, а пока я с вами жду будущего, где машины восстали и искусственный интеллект порабощает весь мир, и ему противостоит только Сара Коннор, ее будущий сын и кибер Арнольд Шварценеггер. Погрузимся в мир современных изобретений Китая, страны, которая становится настоящим флагманом инноваций и технологий. От умных городов до биотехнологий, от экзоскелетов до искусственного интеллекта. В этом видео я покажу вам самые интересные и прорывные изобретения, которые формируют наше будущее. Поехали! И в Китае. Сейчас ты увидишь, как обстоят дела с внедрением искусственного интеллекта в жизнь. Китайское правительство осознало значение ИИ для экономики и общества, поэтому разработало несколько стратегий, чтобы стать мировым лидером в этой области. В здравоохранении Pink and Good Doctor это платформа, использующая ИИ для диагностики и предоставления медицинских рекомендаций на основе симптомов пользователей. Эта система уже продемонстрировала высокую точность в распознавании заболеваний на медицинских снимках, таких как рентгеновские снимки и томография. В сфере образования компания Squirrel AI разработала адаптивные образовательные технологии, которые анализируют сильные и слабые стороны студентов и предлагают персонализированные учебные планы. Это позволяет увеличить эффективность обучения и сделать его более доступным для учащихся. Китай является домом для множества стартапов и компаний, работающих с ИИ в области транспорта. Один из самых ярких примеров это Baidu, который разрабатывает автономные транспортные средства и технологии для умных городов. В сфере общественной безопасности ИИ используется для распознавания лиц и анализа видеонаблюдения. Система распознавания лиц, разработанная компанией SenseTime, уже применяется в таких городах, как Шанхай и Гуанчжоу, для повышения безопасности и управления массовыми мероприятиями. Эти технологии также активно используются в полицейских отделениях для выявления подозреваемых. Использование ИИ в сельском хозяйстве также приобретает популярность. Проекты, такие как XAG, применяют беспилотные летательные аппараты и роботов для мониторинга полей посева и распыления удобрений. Эти решения помогают фермерам повышать урожайность и снижать расход ресурсов. Робототехника в Китае. С ростом населения, началом индустриализации и появлением необходимости в автоматизации Китай стал одним из крупнейших потребителей и производителей робототехнических решений. Развитие робототехники в стране стимулируется не только внутренним спросом, но и поддержкой правительства, которое придает этой отрасли стратегическое значение. Смотри далее. Самые интересные и выдающиеся изобретения, которые помогают и упрощают жизнь людям. Склад JD.com. И первое наше знакомство будет с крупнейшим китайским интернет-ретейлером JD.com, который запустил первый полностью роботизированный склад, способный обрабатывать до 200 тысяч заказов в день. Сам склад расположен в Шанхае. На складе работают 5 человек. При этом они даже не заходят в основное складское помещение, а только контролируют работу машин из центра управления. Шагающее здание. Школа в Шанхае была перенесена на 203 фута от своего первоначального местоположения с использованием новой технологии, имитирующей человеческую походку. Чтобы выполнить эту операцию, инженеры прикрепили почти 200 металлических опор под пятиэтажное здание. Опоры функционируют как ноги роботов и делятся на две группы. Одни поднимаются, другие опускаются, имитируя походку человека. Датчики, прикрепленные к опорам, контролируют движение здания. Такая технология позволяет сохранить больше исторических зданий. Беспилотное аэротакси. Компания eHank сообщила, что беспилотное аэротакси EH216S уже совершила первый перелет. По словам разработчиков, машина способна совершать вертикальный взлет и посадку, устраняя необходимость в традиционных взлетно-посадочных полосах аэропортов и может осуществлять прямые воздушные перевозки в городских центрах, эффективно решая проблемы перегруженных дорог. Традиционное перемещение между островами с помощью водного транспорта требует времени, а аэротакси EH216S может обеспечить эффективные и доступные услуги по воздушным перевозкам в туристической отрасли. Honda Uni1. Это технологичная коляска для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Одна из ее особенностей — система балансировки, благодаря которой коляска сохраняет устойчивость в любых ситуациях. Эта особенность подходит для одиноких людей, которым требуется дополнительная помощь. В комплект идут очки, на которые система дополненной реальности проецирует метки по оптимизации маршрута и различные полезные подсказки. Также с помощью таких очков можно запускать игры, накладывающие виртуальные объекты на картинку реального мира. Это полезно с точки зрения психологии. Magvel Trains. Maglev Trains — это поезд на магнитной подушке, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов и трамваев, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление. Относится к монорельсовому транспорту. Скорость, достигаемая поездом на магнитной подушке, сравнима со скоростью самолета и позволяет составить конкуренцию воздушному транспорту на ближних и среднемагистральных направлениях. Парковочный робот Jimu. По конструкции это две плоские платформы, снабженные большим количеством поворотных роликов и несколькими выдвижными консолями. Уникальная конструкция может заходить под автомобиль, приподнимает, а затем доставляет на свободное парковочное место. Еще он умеет разворачивать, транспортируемый автомобиль на месте, что позволяет свободно маневрировать по гаражу. Так как платформы не имеют жесткой привязки друг к другу и перемещаются автономно, парковщик способен обслуживать легковые авто и микроавтобусы с любыми габаритами колесной базы. Yutong Xiao 2.0. Беспилотный электробус, получивший награду за лучший промышленный дизайн Yutong Xiao 2.0 Smart, имеет колесную базу длинную в 18 футов и вмещает до 10 пассажиров. Программным методом конструкторами установлено максимальное ограничение скорости 25 миль в час, чего хватит в мегаполисе для перемещения на средние расстояния. Электробус оборудован разнообразными датчиками, включая камеру и лазерный лидар, с помощью которых бортовой компьютер ориентируется в дорожной обстановке. Несколько таких автобусов, синхронизируя бортовые компьютеры, способны двигаться в колонне, что актуально при перевозке большой группы пассажиров. Stellacar. Электрокар для большой семьи с достаточно своеобразным дизайном. В отличие от большинства машин на солнечных батареях, в которых с трудом помещается один или два человека, здесь салон более просторный. Он рассчитан на четверых взрослых или двоих взрослых и троих детей. Колесная база у Stellacar длиннее, чем у привычных семейных минивэнов, что позволило установить больше солнечных панелей на крыше, чтобы получать дополнительную энергию. Машина может разогнаться до 145 км в час, а запас хода составляет более 700 км при полном заряде аккумуляторов. Кабина изготовлена из углепластика и очень легкая, что снижает расход энергии во время путешествия. WZ-7. Китайский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработан авиационной промышленной корпорацией города Ченду. Может зависать в небе более 30 часов подряд, достигая высоты до 65 тысяч футов, что позволяет ему наблюдать за огромными территориями. Оснащен передовыми, оптическими и инфракрасными сенсорами, что делает его незаменимым в разведывательных операциях. Может работать в самых суровых условиях. Робот-спасатель Также Китай начал применять четвероногих роботов-спасателей. Новинка X-30 разработана компанией Deep Robotics. Робот весит порядка 123 фунтов. Эта механизированная собака уже участвовала в нескольких учениях спасателей, в том числе помогала им в высотных зданиях. Машина хорошо приспособлена к экстремальным условиям и, как утверждается, может успешно выполнять задачи при температурах от минус 4 до плюс 131 градусов по Фаренгейту. Робот оснащен дистанционным управлением. Модель X-30 поддерживает связь в режиме реального времени, оснащена современными датчиками, которые способны выявлять вредные для здоровья газы и прочие опасные факторы в ходе пожара. Кроме того, она предназначена для сбора ключевых данных и составления трехмерных карт с места происшествия. Ocean Flower Island Китайский ответ Дубаю так негласно называют искусственные острова Ocean Flower Island. Ocean Flower является крупнейшим в мире искусственным островом, он в полтора раза больше пальмы Джумейра в Эмиратах, но на самом деле это три отдельных острова, соединенных дамбами. Островной комплекс, имеющий форму цветка пиона, занимает площадь около трех квадратных миль. Здесь расположилось большое количество предназначенных для туристов объектов, включая пятизвездочные курортные отели, музеи, океанариум, аквапарк, конференц-центр, торговые центры беспошлиной торговли, тематические улицы с магазинами, кафе и ресторанами, а также другие развлекательные объекты. Возводился в течение восьми лет одной из крупнейших китайских компаний Evergrande Group. Vice-Royce Seaglider – изобретение других стран. Но не только Китай радует нас интересными изобретениями. Давайте посмотрим на транспортное средство будущего – Vice-Royce Seaglider. Именно оно готово предложить совершенно новый опыт, выходя за пределы дорог, моря и воздуха. Вкратце, Vice-Royce Seaglider можно охарактеризовать как смесь морского автобуса и самолета. Оснащенный полностью электрическими двигателями, этот автомобиль движется как лодка по воде, подбирает пассажиров, а затем взлетает, раскрывая крылья. Эта функция предлагает своим пользователям уникальную возможность путешествовать как по водным, так и по воздушным маршрутам. Это транспортное средство не поднимается выше нормы. Вместо этого он обещает плавное вождение на высоте всего 9 метров над водой, используя принцип, называемый «эффект земли». Это происходит с гораздо меньшим сопротивлением, чем при обычном полете. Перекатывающийся мост Перекатывающийся мост – это пешеходный мост по проекту архитектора Томаса Рэндалла Пейджа и конструктора Тима Лукаса в историческом лондонском доке перекатывается вверх ногами, чтобы одновременно по нему переходили через реку людям и проплывать лодкам по каналу. Мост массой 124 000 фунтов за 20 минут с помощью своих стальных зубцов и рельсовой системы перекатывается из одного положения в другое. Причем вся конструкция настолько тщательно продумана, что для процесса не требуется ни моторов, ни электричества. Все осуществляется с помощью ручных лебедок. Экзоскелет Аталанты Икс Аталанты Икс разработан таким образом, чтобы имитировать естественную человеческую походку благодаря встроенной технологии самобалансировки и специальному механизму для лодыжки со своим питанием. По мнению компании Вандеркрафт, эти функции могут позволить пациентам, которые остались малоподвижными после инсульта или травмы спинного мозга, вернуться к ходьбе без рук. По словам представителей компании, многие из них могут встать и начать ходить в экзоскелете уже во время первого сеанса использования устройства. Кроме того, оно позволяет им делать шаги в разных направлениях и оставаться в вертикальном положении, принимая на себя вес человека. Эксоактив Эксоактив – немного упрощенная версия экзоскелета, которую я вам показывал ранее. Производитель позиционирует его как дополнительную мощность для рук, когда они начнут уставать во время выполнения работы. Теперь можно без труда выполнять тяжелую работу над головой, будь то монтаж гипсокартона, покраска стен, наклеивание обоев или проведение других отделочных работ на стенах и потолках. За считанные секунды можно отрегулировать нужную мощность экзоскелета, чтобы он заказал поддержку именно там, где это необходимо. Как и рюкзак, Эксоактив легок в ношении, и его можно быстро подогнать под свой индивидуальный размер. Электросолар Электросолар – компания, которая сделала аж два солнечных самолета. Крылатое транспортное средство заряжается с помощью солнечных лучей. Управление может осуществляться как пилотом, так и самой системой. Однако в них есть еще одна очень интересная деталь. Создатели сделали съемную приборную панель, что уменьшает вес самолета и превращает их в беспилотники. Т-300 Т-300 от производителей PUDU – промышленный робот-доставщик, предназначенный для транспортировки материалов в промышленных условиях, доставки тяжелых грузов на складах и в распределительных центрах. Его допустимая грузоподъемность – 661 фунт. Работает в режиме стеллажа, подъема или буксировки за счет навесного оборудования. Выполняет все свои задачи безошибочно за счет своих лидаров и камеры глубины. Робот распознает низкорасположенные или подвесные препятствия, желтые линии за счет своих датчиков. Продолжительность работы – 8 часов и только 2 часа на зарядку. В общем, идеальный неприхотливый работник, от которого мало кто откажется. Z-Space Компания Inspire представляет Z-Space, которая позволяет погрузиться в мир 3D без специальных для этого очков. Берется ноутбук компании, к нему присоединяется устройство, а именно сенсорный модуль, а затем присоединяется стилус. Для погружения в 3D мир пользователь просто двигает стилусом. Модуль фиксирует это, после чего объекты выводятся на экран так, будто это реальные предметы. Робот Ив Человекоподобный робот Ив становится помощником по дому. Он складывает рубашки и вытирает стол. Норвежский стартап 1Х продемонстрировал мартовский процесс человекоподобного робота Ив. Он способен доставать предметы из сумки для покупок, убирает их в шкаф, самостоятельно открывает и закрывает дверцу. Аккуратно использует ткань, чтобы вытереть разлитую жидкость на столе. Упаковывает картонную коробку так, чтобы она не помялась. Показывает деликатное обращение с легко деформируемыми поверхностями. Робот может даже испечь печенье и при этом строить различные гримасы. Илз Илз – уникальный робот-змея НАСА. Лаборатория реактивного движения НАСА создала самоходную роботизированную змею, предназначенную для исследования экстремальной внеземной местности. Текущая версия Илз имеет длину 13 футов и весит около 200 фунтов. Использует 4 пары стереокамер и лайдар. Это система обнаружения света и определения дальности объектов для создания трехмерной карты своего окружения. Лидар определяет дальность, нацеливаясь на поверхность или объект с помощью лазера и измеряя время, необходимое для того, чтобы отраженный свет вернулся к приемнику. Илз использует эту информацию для создания навигационных алгоритмов, чтобы ему было легче преодолевать сложные пространства. Его первая в своем роде двигательная установка означает, что он может смело идти туда, куда раньше не ступал ни один робот. Это Ридроид, роботизированный трехколесный скутер с продвинутым искусственным интеллектом. В режиме робота умеет самостоятельно перемещаться в плотном транспортном потоке, полагаясь аппаратно-программное обеспечение. В режиме компаньона следует за владельцем, может использоваться для транспортировки тяжелых предметов. В режиме скутера пользователь управляет им с помощью датчика наклона, а езда напоминает использование лыж или коньков. С помощью встроенного электропривода развивает скорость до 6 миль в час, чего вполне достаточно для передвижения по городу на небольшие расстояния. В перспективе использования робота в качестве такси. Робот способен самостоятельно добраться до клиента, а в конце рабочей смены вернуться в депо или на специальную парковку. Заключение Как мы видим, не только Китай продолжает удивлять мир своими инновациями и технологиями. Эти изобретения не только меняют жизнь людей, но и открывают новые горизонты для будущих поколений. Поэтому делаем для себя вывод. Восстание машин наступит еще ой как не скоро. Спасибо за просмотр, оставайся с нами и увидишь много интересных новостей в новых роликах. До встречи!